Примерно два года назад, еще не официально и потихоньку, но уже началась предвыборная кампания. Примерно в это время начали публиковаться рейтинги, прогнозы и различного рода аналитика, ну а чуть позже пошел фонтан предвыборных обещаний и странных, еще не виданных у нас предвыборных слоганов. И в самом деле, всегда считалось, что лучше всего работает меркантильная подача. Например, кулек гречки решал очень многое. Избиратели, которые голосовали именно так, использовали принцип «я не гей, но 20 баксов всегда 20 баксов». Хотя именно в нашем случае слово «гей» вряд ли можно употребить и скорее тут надо выговаривать синоним слова «гей» в плохом смысле. Так вот, любителей проголосовать за кулек гречки, при этом будучи уверенным в том, что один раз не то самое слово, было полно. Так они избрали упоротого, как солетчика Леню Космоса, а потом и дважды несудимого Урку, который сдерживал себя из последних сил, чтобы не переходить на Феню или Мурку. Они же избрали и это, что повесили всем украинцам на холку. Правда, в данной ситуации есть два существенных отличия, которые невозможно было представить при любой власти, которая была избрана до 2019 года. Причем отличия эти настолько резкие и даже невероятные, что многие просто не могут себе это уложить в голове. Первое и самое важное отличие – лоха удалось развести даже без гречки. Вдумаемся, не сработали лозунги «сделаю газ вдвое», «вчетверо» и так далее дешевле. Вместо этого эффективными оказались лозунги уже даже не меркантильного, а какого-то психопатологического уровня. Вдумаемся, что должно быть в голове у пациента, если у него возникает электоральная эрекция от лозунга «хуже не будет». Вы отдаете в ремонт свой автомобиль и спрашиваете, вы можете его отремонтировать? А вам отвечают «хуже не будет» или больного ребенка приводите к доктору, а он вам говорит, что надо его оперировать, а по поводу эффективности такого метода лечения тоже говорит «хуже не будет». Очень хотелось бы посмотреть на тех, кто проголосовал бы за зелень, если бы им такое сказали в автосервисе или больнице, с каким энтузиазмом они бы это восприняли. Но самым интересным в этом плане оказался лозунг «по приколу», в смысле «будет весело». И надо заметить, что эти лозунги оказались не такими уж абстрактными, и если к ним отнестись так, как это делают турки в местах не столь отдаленных, то есть буквально принять смысл этих лозунгов, то окажется, что все путем, никаких отклонений от лозунгов нет. Как-то давно в районе развала Совка мне по работе довелось долго общаться со старым арестантом, у которого на тот момент была уже шестая ходка. Так случилось, что надо было убить несколько часов времени, и поскольку я его тогда хорошо накормил, он стал рассказывать истории из далекой совковой арестантской жизни, и в частности рассказал о том, как работает фильтрация базара, или прямое восприятие сказанного. Так многие знают, что в Цугундере лучше не играть ни в шахматы, ни в нарды, ни тем более в карты, любая игра может вылезти такими последствиями, что садящийся за стол игрок может себе этого даже и не представлять. Например, когда перед игрой уточняется вопрос о том, на что будет эта игра, старый урка буднично говорит «на победу». Новичок думает, что эта игра не на деньги, а просто на то, что кто-то победит, но когда проигрывает, ему поясняют, что он только что проиграл автомобиль ГАЗ-М20 «Победа», а вернее его стоимость в рублях, что для простого смертного было просто гигантской суммой. Примерно таким же способом обыгрывалось условие на интерес и другие подобные подвохи. Вся эта система была выстроена таким образом, чтобы лох использовал собственные надстройки над прямым значением сказанной фразы и тем самым он сам себя загонял в глухой угол. Поскольку по понятиям «у тебя там никто и ничего не имеет права отнять силой», то искусство старых сидельцев заключалось в том, чтобы лох сам, не понимая того, дал согласие на определенные действия. Как это не смешно, но часто употребляемые на свободе выражения «фильтруй базар» или «отвечай за базар» имеют не то значение, которое в них вкладывалось в арестантской среде. На самом деле их смысл вращается вокруг того, что следует понимать прямое значение того, что ты говоришь или что говорят тебе так, чтобы ты это подтвердил или не подтвердил. Именно по этой причине за колючкой почти не матерятся и если кто-то выдает матерное выражение, то окружающая публика мгновенно напрягается, поскольку человек сигнализирует, что он не понимает прямого значения того, что он говорит, а это – ходячая проблема. Потому там и используется свой жаргон, который можно понимать только так или не иначе, и потому матом там почти не пользуются. Удивительно, но многократно и подолгу, общаясь со старыми арестантами, я это видел живьем. И после этого, когда на улице слышишь трехэтажные конструкции, просто поражаешься тому, откуда это все берется. Не из тюремных казематов точно. Более того, очень часто бывают инциденты, когда отсидевший долгий срок зэк выходит на свободу и через несколько дней снова заезжает на тюрьму за тяжкие телесные и убийства, поскольку прямо оценил сказанное в его адрес каким-то тупоголовым оболтусом. Ведь за некоторые фразы на Цугундере ты должен отправить сказавшего в больничку или в морг, поскольку не сделав это, ты сам окажешься на дне. Вот если с этой точки зрения рассмотреть предвыборные лозунги зеленых, то там как раз все в порядке. Например, «хуже не будет». Эта конструкция лозунга явно рассчитана на лоха, который обязательно додумает эту фразу на свой вкус, а именно «мне хуже не будет». Но было ли это сказано? Нет, конечно, никто не уточнял, кому именно «хуже» не будет. А в случае разбора полетов, лоху поясняют, что все так и есть, определенным людям, начиная с «я не лоха», действительно хуже не стало. Да, изначально этого никто не уточнял, но ведь лох же и не спрашивал о том, кому именно не будет хуже. А раз так, то все правильно. Или вот фраза «по приколу», в смысле будет весело. Тут вообще можно говорить о классике жанра. Зеленая власть воплощает в жизнь целый ряд всем известных анекдотов, с которых большая часть электората от души смеялась. Их можно показывать десятки, но мы приведем лишь один пример для иллюстрации. Наверное, все помнят анекдот, который заканчивался словами «доктор сказал в морг, значит в морг». Понятно, что медики никогда не смеются с подобных анекдотов, но большая часть электората смеялась, а раз так, то внедрение этого анекдота в жизнь как раз и является выполнением лозунга «по приколу», и выглядит это примерно так. Прямо сейчас нам сообщают о том, что в соседней с Киевом области больницы начали ложиться. То есть ряд больниц уже не способен ни расширять коечное наполнение для ковидных, ни обеспечивать больных препаратами, ни давать самым тяжелым кислород. Поэтому уже запущен режим сортировки. Это значит, что медики сортируют больных по степени тяжести и уже, как это было в Ломбардии, отключают одних больных со слабыми перспективами, чтобы подключить более перспективных. Более того, некоторых только что принятых больных, которые выглядят совсем плохо, вообще отодвигают в хвост очереди, поскольку спасти их жизнь в этих условиях уже не представляется возможным, а по факту доктор говорит «в морг». И при этом, из ковидного фонда плюс к дорогам, теперь средства будут уходить еще и на съемку сериалов. Но разве это не прикольно? Этот вопрос мы адресуем как раз тем, кто проголосовал по приколу. Тем не менее, даже им мы не желаем услышать в свой адрес слова доктора в морг, поскольку мы по приколу не голосовали и такую позорную и никчемную власть не избирали. А между прочим, эта власть уже неизвестна в чьих руках. Так стало известно, что с послами стран G7 встречался завхоз Ермак, а не президент. Чем он занят и почему он не встречался, трудно сказать. Может быть мука из Аргентины, а может рояль или съемка тех самых сериалов как раз и не дают заниматься управлением страной, и это делает никем не избранный Ермак. Вот это и есть по приколу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова